Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня я хочу показать вам одну очень красивую, интересную партию которая игралась между двумя шахматистами, которые в представлении не нуждаются Их имена известны всему шахматному миру Белыми играл Владимир Крамник, черными играл Гарри Каспаров 1994 год, Москва, быстрые шахматы Итак, Владимир Крамник играет конь F3 На тот момент Владимиру Крамнику было 19 лет И уже через 6 лет, в 2000 году, Владимир Крамник будет бороться в матче за звание чемпиона мира И как знает шахматная история, ему удастся победить великого и ужасного 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова и стать 14-м чемпионом мира Но это все потом, а сейчас мы с вами в 1994 году И молодой и амбициозный Владимир Крамник, которому 19 лет, сражается против сильнейшего шахматиста всех времен и народов Гарри Кимовича Каспарова Который просто разрывал своих соперников C4, G6, конь C3, слон G7 Гарри Каспаров применяет излюбленную страницейскую защиту Е4, D6, D4, рокировка Слон Е2, Е5 D5, D5, конь D7, слон Е3, конь G4, слон G5, F6 На доске страницейская защита Самая что ни на есть классическая система Слон H4, H5, конь D2, конь H6, F3, конь F7 Мы видим, что центр очень серьезно заперт Ферзь C2, слон H6 Рокировка C5 Теперь, чтобы совсем центр не заперся Владимир Крамник берет на проходе Играет DC, BC и король B1 Профилактический ход А5, конь А4 Владимир Крамник не позволяет Гарри Каспарову Хулиганить на ферзьевом фланге C5 Вновь, как мы видим, Каспаров закрывает игру И поле D4 Поле D4 манит 13-го чемпиона мира После конь C3 он играет слон Е3 Конь D5, слон D4 А здесь Владимир Крамник заманивает на самом деле Гарри Каспарова Здесь не поздно еще было одуматься И увести слона, например, на H6 Чтобы после слон G7 прикрывать слабые черные поля Но слон D4 Каспаров, конечно, мечтает об атаке Но после конь B3 выясняется, что слон на поле D4 будет разменен Слон B7, конь бьет D4 Cd И теперь у белых образовалось преимущество двух слонов Как мы с вами знаем, два слона хороши в открытой позиции Поэтому Владимир Крамник стремится вскрыть игру И он играет F4 Ладья B8 Ладья F1 Конь H6 И C5 Вот оно Началось Слон хочет пойти на поле C4 Для того, чтобы атаковать черного короля При случае где-то будут H3, G4 Белые таранить короля черных Пока центр заперт Черному королю не о чем беспокоиться Поэтому Владимир Крамник пытается все-таки взорвать центр Слон бьет D5 ED И конь F5 Гарри Каспаров стремится всеми силами поддержать, чтобы центр был закрыт Но вот здесь мы видим, что черные нападают на слона на поле H4 Белые, как мы видим, прорвались ходом C5 И вот здесь Владимир Крамник, конечно, показал молодецкий задор Обычно принято считать Владимира Крамника настоящим технарем Шахматистом, который, как и Карлсон, может выжимать воду из камня И играть очень технично, именно спокойные позиции Но посмотрите, друзья, что сейчас будет твориться на доске Итак, Владимир Крамник неожиданно играет FE Просто оставляя слона под боем Гарри Каспарову ничего не остается, как забирать пожертвованного слона ED Сейчас мы видим, что белые пожертвовали просто так легкую фигуру Но самое главное, что позиция вскрылась Ферзь в поле C2 Смотрит неприятным одним глазком на пешку на поле G6 Которая может быть атакована после отхода коня С другой стороны, у белых образовалась армада пешек проходных на ферзьевом фланге Конь E5 Пока Гарри Каспаров защищается великолепно Ладья бьет D4 Конь F5 Итак, Гарри Каспаров все-таки стремится консолидировать позицию Но Владимира Крамника уже не остановить Одной пожертвованные фигуры мало Нужно пожертвовать еще больше И Крамник играет Ладья бьет F5 Взрывая просто всю структуру на королевском фланге И добираясь до слабого черного монарха GF Ферзь бьет F5 Король G7 Играет Гарри Каспаров И здесь наступил критический момент в партии Здесь Владимир Крамник забирает пешку на поле H5 своим слоном Но, как показывает анализ компьютерный, этот ход оказался ошибкой С другой стороны, мы видим, что сейчас у белых не хватает ладьи Но у них целых 4 пешки И когда Владимир Крамник взял пешку на поле H5 Пешек уже стало 5 То есть позиции на доске с нарушенным материальным равновесием Конечно, позиция напоминает абсолютный сумасшедший дом Но вот здесь, конечно, компьютеры находят удивительный выигрыш Начинается он очень интересным ходом Владья Е4 Идея хода в том, что сейчас Владья не может спуститься на третий ряд Поскольку конь с поля Е5 стражит поле Д3 Так вот, Владья просто идет в обход через поле Е3 А слон переключается на поле Д3 Теперь Владья Б4 Защитительная идея, которая работает во многих вариантах, уже не срабатывает Владья Е3 И показываю вам просто точнейшее продолжение Угрожает Владья Ж3 и слон Д3 Ферзь Б8 с атакой пешки на поле Б2 Владья Ж3 шах И теперь, если конь Ж4, то слон Д3 Плюем на пешку на поле Б2 Но добираемся до черного короля Владья бьет Б2, король А1 И от мата на поле Ж6 уже спасения нет Конь связан Ну а батарея слона с ферзем просто смертельно Опасно После Владья Ж3, если закрываться Владьей, то здесь все гораздо проще Поскольку у белых уже просто большой материальный перевес У них 4 пешки за коня И просто выигранная позиция Поэтому после Владья Е3 Спасения у черных здесь уже не было Ни в одном из вариантов Но после король Ж7 слон бьет Аш5 Играет Владимир Крамник И здесь Гарри Каспаров в сложнейшей позиции ошибается Играя Владья Аш8 Здесь, конечно, найти защитительный ресурс Человеку абсолютно неподъемно Такая задача Под силу только движкам И вот движки находят защитительный ресурс Связанный с ходом Владья Б5 Просто атакуем пешку на поле Ц5 Теперь Показываю, опять же, точнейший анализ Понятно, что Значит, Ц6 играть не очень хорошо Потому что висит пешка на Д6 Ферзь Ф2 Теперь бить на пешку на поле Значит, Ц5 нельзя Из-за Владья Ж3 и Владья Аш4 Владья Аш8 Владья Аш4 Ф5 Ферзь Ж3, шах Король Ф6 Только сюда Только этот ход позволяет бороться То есть нужно королем защитить Коня на поле Е5 После ферзь Ф2 Король Ж7 Опять же, только сюда Нужно теперь отступать Ну, действительно, позиция напоминает Просто сумасшедший дом Тут можно забрать на Ф5 Но тогда теряется Владья Короче, действительно, здесь все варианты Показать вам невозможно Покажу лишь главный Значит, Ферзь Ж3, шах Король Ф6 Получается ничья Если же белые хотят играть на победу Они должны играть Владья Аш3 С идеей перевести Владью Тогда Ферзь Ф6 Владья Ж3 Король Аш6 Владья Аш3 Король Аш7 И опять же Позиция не выходит за рамки материального равенства Владья Ж3 Король Аш6 Теперь, если белые хотят на что-то надеяться Они должны играть С6 Теперь пешки просто прут Что называется танком На позицию Черных Бить королем на поле Аш5 смертельно опасно Владья Б8 Б3 Ф4 Владья Аш3 Ферзь Ф5 Шах Король А1 Ну и опять же Показываю вам просто Чистейшую компьютерщину Как компьютер Отбивает Атаку Белых Вот таким вот образом Сводится партия К Эншпилю Черные все укрепляют Вроде бы Должны черные проиграть Но они заходят за пешкой На поле Аш2 И тычок Ф3 Их выручает Здесь уже просто Позиция равная Белым приходится Куда-то отступать Ладьей Тогда Черные просто забирают Пешку на поле Д7 Отдавая качество Назад Затем Ладьей забирают На пешку на поле Ж2 И получается Ничейная Позиция И вот это был Критический момент В партии Но после короля Ж7 Слон бьет Аш5 Играет Владимир Крамник И после ладья Аш8 Возникает Удивительнейшая Позиция Поскольку Здесь Несмотря на то Что не хватает Целой ладьи У белых Белый Сейчас мы с вами увидим Поставит Очень красивый Цукцванг Черным Ладья Ж4 Шах Теперь Это жертва ладьи Которую принимать нельзя Ввиду того Что черный король Получает мат На поле Ф7 Король Ф8 И ферзь Е6 И вот Картина маслом Неуязвимый Слон Стоит на поле Х5 И смеется Бить ладью На поле Ж4 Нельзя Из-за ферзи В7 мат А бить слона Нельзя Из-за ладья Ж8 мат Что делать Просто Цукцванг На самом деле У черных Возникает Ничего не ходит Ферзь Ферзь Никуда уйти Не может Угрожает То есть Если ферзь Уходит То теряется Просто пешка На поле Ф6 Поэтому Единственный Ход Ладья Б7 Но тогда Ладья Просто Подставляется Под пешку И здесь Уже Все становится Ясно Гарри Каспаров От отчаяния Жертвует Ладью В надежде Объявить Вечный шах Но Вечного шаха Не получается Король Ускользает Заметим Что Поле Б4 Держит Все та же Злуполучная Ладья На поле Ж4 Ну и Партия Очень красиво Закончилась После Король Б7 Ладья Ж7 Д7 Гарри Каспаров Сдался Дело в том Что угрожает Просто Шах Угрожает Еще и Мат То есть Со всех сторон Висят Угрозы Ну и Спасения Никакого Здесь уже Абсолютно Нет У черных Они вскоре Должны Получить Мат На единственный Шах С поля Б2 Король Может просто Уйти На поле С8 Вот такая Вот удивительнейшая Партия И действительно Очень красивая Поскольку Владимир Крамник Как мы Видим С вами Пожертвовал Целую ладью И развил Страшную Атаку В стиле Самого Чемпиона мира Гарри Каспарова И вот здесь Конечно Эта партия Выделяется В творчестве 14-го Чемпиона мира Владимира Крамника И я решил Ее вам Показать После этой Партии Когда Владимир Крамник Поставил пешку На поле Д7 В зале Где игралась Собственно Эта партия Раздались Бурные Аплодисменты Зрители Зрители Были Рады Окончанием Битвы Двух Титанов Которая Закончилась Действительно Вот так вот Фантастически Красиво Ну а я Прошу Оценить Эту партию Вас Ставьте лайки Пишите комментарии Как вам партия Подписывайтесь На канал Если понравилось Для вас Работал и комментировал Олег Саламаха Играйте в шахматы Любите шахматы Играйте всегда Красиво Друзья Всем счастливо